Мы находимся в состоянии, когда мир, хочет он того или нет, он начнет искать методику исправления для своего состояния. И из этого он раскроет, что его исправление зависит от исправления отношений между людьми, то есть его исправление зависит от исправления человека. И в исправление человека некуда обратиться. Конечно, разнообразные религии захотят занять это место, и также разные методики, психологические и социологические, есть много всего. Но, в общем, мы будем надеяться, что раскроется очень быстро, насколько в них есть пустота. Так же, как и сейчас обнаруживают, насколько пусты все эти теории экономические, финансовые. Маркс был намного сильнее всех их, и утверждал правильно. Я очень надеюсь, что они быстро обнаружат, что нет иной методики, кроме методики Кабалы, и именно Кабала по Баля Суламу. Есть много, якобы, таких методик в Кабале, хотя нет такого. Если у тебя есть одна система всего творения, и либо ты знаешь, и понимаешь, и чувствуешь, исследуешь, измеряешь, записываешь, есть у тебя целая наука, и не может быть несколько наук, нескольких. Это одна, если есть у тебя несколько, признак того, что ты еще не достиг настоящего исследования, не пришел к нему. Поэтому раскроется, сегодня у тебя есть много подходов, много теорий в Кабале. Я учусь у этого, я учусь у того рава, я учусь у другого рава. Конечно, можно очень просто разделить и оценить их. То, что ты изучаешь, говорит ли о твоем исправлении, когда ты работаешь согласно Сферот, Парцуфим, Мирам, согласно всем этим понятиям, Авиют, Закут, Насахим. Входишь ли ты в это и находишься ли ты в подъемах и падениях, в подъемах и падениях, и ты их исследуешь, и ты учишься через них, как продвигаться. Изучаешь ли ты все эти вещи для того, чтобы продвинуться в группе, когда в группе вы заняты реализацией всех тех условий, которые описаны в даровании Торы. Потому что мы должны достичь «создал злое начало», «раскрыть злое начало». Это то, что отталкивает нас друг от друга, разделяет нас, и мы нуждаемся в Торе, как в прикправе, потому что сказано, что Свет, приходящий, возвращает к Источнику. И тогда мы должны направить себя к тому, чтобы быть как один человек с одним сердцем, к взаимному курчительству, к Свету, возвращающему к Источнику. Для этого мы собираемся и учимся, и производим разнообразные действия, только лишь для того, чтобы привлечь на Себя Свет, который бы укрепил связь между нами вплоть до любви, и чтобы в той системе, которую мы создаем между собой, чтобы мы соответствовали высшему свойству отдачи. И тогда Свет раскроется для того, чтобы доставить Ему наслаждение. Если мы весь этот комплект соблюдаем, удерживаем, желаем реализовать, насколько способны, немножко отсюда, немножко оттуда, но в общем, это называется изучением Торы. И Свет, приходящий, возвращает к Источнику. Но если учится только для того, чтобы знать, что написано в Зор, и даже в учении Десяти Сферот, то есть не для результата, чтобы исправить себя, чтобы продвинуться и дать место Творцу раскрыться, для того, чтобы доставить Ему наслаждение, то это не наука Каббала, и это не Тора. Это не Тора. Потому что Тора имеется в виду Свет, возвращающий к Источнику.